Собаки в этом дворе чувствуют себя больше хозяевами, чем гостями. Они занимают песочницы, детские горки, качели. При виде бездомных животных у детей хуже возникает паника. Три года назад, вспоминают местные жители, у них во дворе жила одна собака. Через какое-то время появились щенята. Теперь же эта свора держит в страхе жителей ближайших домов и воспитанников детского сада и школы. Это же вообще невыносимо. Будешь гулять с ребенком, да тут собак целая свора, они все набрасываются на детей. Ну что это такое? Вот такие огромные собаки. Это невыносимо. Продавно надо было их всех истребить куда-нибудь или увезти куда-нибудь. Особенно, когда идешь одна, вот они так вот бросаются. Одна вот просто рявкнет, и все вот эти 18 бегут, и просто вообще страшно. Вот я когда на моего сына напали, да, позавчера, мне очень прям жутко. Дети и родители уже научились отличать вожака стаи. Его прозвали малыш. Если он решит напасть, то за ним бегут все 18 собак, говорят люди. Вот именно здесь, за домом, возле теплового узла бездомные собаки и организовали свое укромное жилище. Здесь они могут переждать любые неблагоприятные погодные условия, а неравнодушные местные жители нередко подкармливают животных. Может именно поэтому их количество с каждым годом только растет. Жильцы говорят, что уже неоднократно писали жалобы. Сначала обращались в полицию, откуда их перенаправили в организацию по отлову животных. Но и там людей будто не слышат. Звонила в открытую Казань, было четыре обращения с моей стороны. Также звонила в отлов животных. Но пока вот до сегодняшнего дня они говорили, что заявки у них записаны, но не выезжают на вызовы. Правда, сегодня ночью жители слышали, как кто-то гонял по двору бездомных животных. Позже дворники рассказали, что пропало шесть дворняк. Люди надеются, что со временем собак в округе станет значительно меньше.